Робин Берман Баловать нельзя контролировать. Как воспитать счастливого ребёнка? Моему замечательному супругу, который оказывал мне неоценимую поддержку во время работы над книгой и в течение всей нашей совместной жизни. Моим любимым детям, помогающим мне расти над собой. Моё сердце преисполнено любви к вам. Видение Есть люди, и их не так уж мало, всю жизнь продолжающие мечтать о любящих, заботливых родителях, которых им не повезло иметь. Я психотерапевт, и меня очень часто охватывает грусть, когда мои пациенты со слезами на глазах вспоминают своё детство, те моменты, которые заставили их страдать, и признаются в том, что это до сих пор влияет на их жизнь. Я много раз мечтал обзавестись волшебной палочкой, вернуться в прошлое и изменить эти ситуации, до того, как они воздействуют на моих пациентов, на их самовосприятие и осознание своего места в мире. Надеюсь, что эта аудиокнига станет для вас той самой волшебной палочкой, которая поможет вам превратиться в таких родителей, о которых мечтают дети. Сама я обожаю детей. Сколько себя помню, они всегда окружали меня. Я была приходящей няней, затем консультантом в детском лагере, помощником учителя, и, наконец, поступила на медицинский факультет, мечтая стать педиатром или детским психиатром. И тут осознала, что здоровые во всех отношениях дети вырастают лишь у здоровых родителей, и решила, что именно в этой области лежит мое призвание. Если мы будем уделять больше внимания тому, как именно выполняем родительские обязанности, то тем самым избавим своих детей от множества бед в будущем. Подумайте, насколько свободнее и счастливее вы бы стали, если бы ваши родители разумнее подходили к воспитанию и больше заботились о том, что вам по-настоящему нужно. Когда я писала эту книгу, моей единственной целью было пробудить лучшие чувства в душах пап и мам, чтобы они относились к своим родительским обязанностям со всей ответственностью. Как врач я верю в профилактику, и эта книга прежде всего средство профилактики родительских ошибок. Я искренне надеюсь, что написанное мною поможет вам построить более глубокие и эмоциональные отношения со своими детьми. Мне никогда не были близки традиционные представления о родительстве, сохранившиеся с тех времен, когда ребенка видели, но не слышали, когда наказания были исключительно физическими и не заставляли себя долго ждать, а бить детей считалось вполне естественным. Тогда пристыживание и запугивание воспринимались как действенные методы контроля детского поведения. И я не раз слышала от сегодняшних взрослых, что в детстве они боялись своих родителей или постоянно испытывали чувство стыда. Могу вас заверить в том, что это отнюдь не способствует воспитанию чувства собственного достоинства. Сегодня поколение вечно отвергнутых детей выросло и хочет уделять своим детям больше внимания, чем доставалось от родителей им самим. Эти новые родители читают книги, ходят на лекции, усваивают прогрессивные взгляды. Многие из них всерьез заботятся о том, чтобы воспитать в своих чадах самоуважение. Мне нравится их подход, но как во время игры в испорченный телефон, по ходу действия теряется его смысл. В итоге, вместо того, чтобы просто получить не принадлежавшее им прежде право голоса, дети становятся центром вселенной, привычная семейная иерархия рушится, и ребенок становится боссом, помыкая старшими, как ему заблагорассудится. Каким-то образом идея воспитания у ребенка адекватной самооценки превратилась в стремление предоставить ему право вести себя, как заблагорассудится, трястись над каждым его шагом, осыпать его чрезмерными похвалами, никогда не говорить «нет» и все это из опасения задеть его чувства. В попытках удовлетворять любое желание ребенка, чтобы сделать его счастливым, родители добиваются обратного результата. Маятник качнулся в другую сторону, и это привело к появлению целого поколения принцев и принцесс на горошине, каждый из которых считает себя избранным и при этом пасует перед малейшей трудностью. Стремление привить детям чувство собственного достоинства обернулось своей изнаночной стороной, и все из-за непонимания, из чего, собственно, это чувство произрастает. Родители таких детей больше думают о знаках отличия, чем о результатах учебы, а конкуренцию считают важнее взаимопонимания. Оказавшись в быстро меняющемся мире, мы потеряли способность смотреть вдаль, утратили внутреннюю гармонию и душевный покой. И разве это удивительно, что мы не сумели дать своим детям то, чем не обладаем сами. Маятник очнулся слишком сильно. В результате дети уже не чувствуют себя отверженными. Вместо этого они превратились в объекты гиперопеки. При этом их важнейшие глубинные потребности по-прежнему не удовлетворены. Из лучших побуждений мы оставили их беззащитными перед стрессом. В итоге дети и подростки все больше страдают от повышенного уровня беспокойства, от депрессии, наркозависимости и склонности к суицидам. И я считаю, что просто обязана помочь им. Итак, неужели в воспитании невозможно избежать крайностей и найти золотую середину? Быть может, она в том, чтобы отобрать лучшее из опыта наших родителей и из новейших теорий, отбросив то, что не приносит пользы? К примеру, в прошлом главным было уважение к родителям, а сегодня мы поднимаем на счет уважения к детям. Но что, если попробовать строить отношения на основе взаимного уважения? В прежние времена дети боялись родителей, сегодня с успехом эмоционально подавляют их. Быть может, стоит установить границы, внутри которых каждый будет чувствовать себя любимым и значимым. Тебе должно быть стыдно. Прежде эта фраза была привычной мантрой, отравлявшей жизнь многим детям. Сегодня мы перекармливаем их бесконечными отлично и молодец. Давайте же попробуем хвалить детей за конкретные достижения, достойные поощрения. А слово «стыдно» лучше вообще выкинуть из своего словаря. Мы постоянно таскаем детей на разнообразные занятия, возлагаем на них, а заодно и на себя, безграничные надежды и в итоге лишаем себя возможности просто провести время вместе, в семейном кругу. Родительство из близких отношений превращается в профессию. Но все-таки это прежде всего отношения с ребенком, причем чрезвычайно важные для него. Ведь наши представления о себе формируются по большей части исходя из того, как к нам относились в детстве. Именно в детстве малыши учатся любви и доверию, в детстве закладываются основы нашего самовосприятия, формируется стержень личности. Прочная эмоциональная связь с родителями дарит чувство безопасности, которое помогает жить в мире самими собой и смело выстраивать собственную судьбу. Именно поэтому я решилась написать книгу, посвященную этой связи. Работая над ней, я могла руководствоваться исключительно собственным опытом, матери, психотерапевта и ведущего родительских групп. Но все-таки мне хотелось охватить проблему шире, используя знания и опыт моих любимых учителей, талантливых наставников, родителей, замечательных педиатров, опытных врачей общей практики, да и самих детей тоже. Я исходила из того, что идеи, объединяющие столь непохожих людей, наверняка помогут нам взглянуть на проблему по-новому, более эмоционально и вместе с тем более здраво, и, быть может, понять, что она проще, чем кажется. Это аудиокнига «Собрание коллективной мудрости». Здесь я поделюсь с вами мнениями людей, чьей помощью мне удается разрешать свои собственные родительские сомнения. Ведь что может быть хуже, чем разбираться с ними в одиночку? Это слишком сложно. И всякий раз находить верное решение попросту не удается. Это никому не под силу. Даже если в тот или иной момент вы твердо знаете, что делать, ваши инстинкты легко могут среагировать быстрее разума. Иногда родительство кажется непосильным бременем. И это понятно, ведь вы так переживаете, так любите, так хотите сделать все правильно. Что ж, теперь вам на помощь придет опыт многих людей. Вы вольны взять из него то, что кажется вам разумным и подходящим, отбросив остальное. Интервью для этой книги я конспектировала вручную, обычной ручкой, на обычной бумаге. Я старалась как можно полнее записать мысли, которыми щедро делились со мной собеседники. Но я не фиксировала их дословно и не проверяла изложенные факты. Я лишь старалась ухватить главное в каждой из рассказанных историй. Многие из них я представляю именно такими, какими услышала, без единой правки. Тем не менее, я убрала или изменила те детали, которые могли бы помочь узнать героев. Некоторые записанных историй разворачивались в течение многих дней или даже лет. Я объединила разрозненные эпизоды, чтобы ярче выразить суть происходившего и более четко донести до вас мысли моих собеседников. Здесь есть случаи как из моей собственной практики, так и из жизни моих пациентов. Есть также истории, о которых я читала, слышала или наблюдала за их развитием со стороны. Работа над этой книгой многому меня научила, и главный сделанный мною вывод звучит так. Быть родителем значит воспитывать прежде всего самого себя, а потом уже своих детей. Они дарят нам возможность расти и становиться более зрелыми личностями, если, конечно, мы позволяем им делать это. Но лишь в этом случае мы можем стать теми замечательными родителями, которыми мечтаем быть. А отдавая детям лучшее, что есть в нас, мы получаем таким образом возможность отблагодарить их за то, что они доверили нам ценнейшую из обязанностей воспитание их душ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok